Трагический инцидент в аэропорту обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что нападавший бывший полицейский ранее судимый за убийство. По словам главы генинспектората полиции, он не является членом какой-либо террористической организации, но имеет криминальное прошлое. Причем последнее преступление было совершено за несколько дней до прибытия в Кишинев. Он обычный уголовник, совершивший аналогичное преступление на территории Таджикистана в 2013 году, за который отбыл наказание и вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Сейчас он в обоих случаях член исполнитель той группировки. Согласно дополнительной информации, представленной нашими коллегами из Таджикистана, это бывший сотрудник полиции, 7 лет проработавший в структурах МВД, но уволенный за преступное деяние. Виорел Чернаутсану отверг тот факт, что нападавший был членом какой-либо террористической группировки. По словам главы ГИП, он совершил преступление в Таджикистане, незаконно въехал в Турцию, а оттуда приобрел билет на самолет в Молдову. Чернаутсан утверждает, что когда преступник прибыл в Кишневский аэропорт, не было никакой информации о том, что он в розыске. На день прибытия в Молдову этот человек не фигурировал ни в одной информационно-поисковой системе. Более того, если проанализировать ситуацию, и учитывая, что он использовал аэропорт для транзита из Стамбула, то посмотрите, какая там система безопасности. Вы можете себе представить, что лицо, находящееся в международном розыске или фигурирующее в поисковых базах, мог пересечь аэропорт как член террористической группировки? В Кишнев по словам Чернаутсану прибыли трое сотрудников МВД из Душанбе установить все обстоятельства произошедшего. Трагический случай произошел 30 июня. Один из пассажиров рейса «Стамбул-Кишнев» после того, как ему было отказано во въезде в Молдову, по дороге в нейтральную зону выхватил пистолет. У сотрудника погранслужбы и открыл стрельбу. Он смертельно ранил пограничника и сотрудника службы охраны аэропорта. Прибывшие на место силовики нейтрализовали нападавшего и в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже в интернете появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент перестрелки между правоохранителями и нападавшими. Глава ГИБ сообщила о начале расследования утечки информации. Виновных, по его словам, скорее всего, уволят. Фотографии нападавшего также были размещены в нескольких телеграм-каналах. Их сделали, когда тому оказывали неотложную помощь. На кадрах можно понять характер травм, которые мужчина получил при перестрелке. Более того, позже появились и кадры интубированного пациента в реанимации. В институте скорой медпомощи также начали служебное расследование. Прокуратура, между тем, возбудила уголовное дело по факту убийства при отягчающих обстоятельствах. Сегодня на имя пострадавшего был выписан ордер на 30-дневный предварительный арест.